Доброго времени суток, уважаемый зритель! Я продолжаю тебя знакомить с проектом DAF. И в этом видео обзоре я бы хотел рассказать, зачем использовать блокчейн в этом проекте. Использование подхода к подключению касательно классических провайдеров зависит от того, насколько провайдер крупный, насколько может использовать технологические возможности, а также от положения. Одноранговая сеть, где буквально пользователи регулируют сколько трафика и как именно они хотят использовать, пожалуй, единственное правильное решение. Блокчейн также обеспечивает анонимное создание одноранговой сети, что в свою очередь обеспечивает безопасность и конфиденциальность. Также стоит отметить, что в обычных случаях способы оплаты контролируются государством. Создание криптовалюты обеспечивает стандартизированный способ оплаты для контроля потока данных. Токены будут использоваться для обеспечения создания универсальной платформы, которую смогут использовать все люди, независимо от их местоположения. Также токены будут служить для обмена данными. Благодаря DAF данные теперь могут приобретаться, обмениваться, жертвоваться, а также наоборот могут быть взяты. Просто нужно будет выбрать свой план данных. Далее платформа все сделает за вас. А я бы хотел вернуться к главной странице сайта и показать еще вам несколько аспектов, которые вам бы нужно было знать. Я упомянул, что вам необходимо перейти на White Paper для того, чтобы узнать всю информацию. И чтобы это сделать, нужно просто нажать сюда, вписать свое имя и e-mail адрес. Тогда к вам на почту придет письмо, с помощью которого вы сможете добраться до White Paper. Также присоединиться к Телеграмму. Зачем же это вам нужно? Ну, во-первых, там живое общение. Там реальные люди, которые общаются о данном проекте. Также там есть администраторы. Администраторы помогают. Давайте, чтобы долго не думать, я сейчас зайду. Вот я зашел к ним в Телеграм. Подписался на их канал. И, как вы видите, есть администраторы, которые отвечают на вопросы, которые задают люди. Все наглядно. Общение, общение, общение. Есть закреп, который вы также можете прочитать. Тут собраны все соцсети. Тот же White Paper. Все здесь есть. Все необходимое. Вы можете написать любое сообщение. И администраторы, когда будут онлайн, то есть, ну, я записываю довольно поздно этот видеообзор. Видимо, утром они ответят мне на вопрос, если меня что-то интересует. Я уже общался. Мне уже на вопросы отвечали, чтобы я вам дал качественный видеообзор. Поэтому не забывайте присоединяться к Телеграмму. Это действительно нужная вещь. И так, я хотел еще вам рассказать о команде. Очень быстро это сделаю. Как вы видите, у каждого в команде есть ссылочка на LinkedIn. То есть, вы сможете перейти к ним на профиль и изучить более подробно. Также есть советники, у которых абсолютно так же можно зайти на соцсети, чтобы пообщаться и узнать чуть больше о них, о проекте. Ну, в общем, любая информация, которая вам нужна, они, в общем-то, смогут с вами пообщаться. Но лучше, конечно же, общаться в Телеграмм с администраторами, потому что нежелательно отвлекать людей, которые заняты нужным делом. Ведь они занимаются тем, чтобы данный проект все-таки развился. И так, в заключении, хотелось бы сказать, DAF повышает эффективность подключения к интернету. Также эта технология может быть использована во время большой утечки данных. То есть, если во время проведения закрытых и многолюдных мероприятий нужно будет иметь подключение к интернету, а обычный метод подключения уже не будет способен на это, можно будет использовать DAF. Также проект сможет обеспечить более лучшую коммуникацию с сетью для разных отдельных районов, где до этого с этим были проблемы. Поэтому, я думаю, это достойный повод изучить данный проект. Переходите по ссылкам в описании, изучайте и присоединяйтесь к данному проекту. А я же с вами на этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч!